Кстати, норматив ОДН в Омск области распорядился проверить министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, глава федерального ведомства, удивился тому, что норматив расходов на электроэнергию в девятиэтажном доме в Омске в два раза выше аналогичного в Новосибирске. Утвердить обновленный норматив должны были к лету, но сейчас Минстрой призвал регионы темпы ускорить. Следить за ситуацией будут территориальные отделения госжилинспекции. А вот прокуратура начала проверять аварийные дома, которые расселили и должны были снести. Таких в Омске десятки. Один из них на неделе рухнул. Хорошо, что рядом никого не было. Демонтировать такие здания чиновники не спешат. Почему им невыгодно торопиться, выясняла Тахмина Тынысова. Мужчины то с санками, то на машине кирпич, дровишки. Чуть ли не каждый день. Галина Остроухова вспоминает. За стройматериалами неизвестные приезжали сюда, как на работу. С утра и до вечера разбирали пустующий двухэтажный дом. Растаскивать начали с середины. Там здание и обрушилось. Мы сели кушать и как? Дом затрёсся. Прямо как будто это землетрясение вроде бы как. Ну это. Но мы сразу подумали, что эта крыша рухнула. Потому что уже и ждали, что она рухнет. И говорили, ребятишки вот помимо бегают, живут в школу и всё. Говорили, подальше ходите. Это сейчас разрушенный дом круглосуточно охраняют полицейские. А раньше в здание мог попасть каждый. Хотя ограничить доступ в аварийное строение должна была городская власть. Это ответственность департамента имущественных отношений. В любом случае должна быть обеспечена безопасность на объекте. Должен быть огорожен этот объект. Не должно быть никакого допуска граждан к нему. И соответственно безопасность должна обеспечиваться. Потому что аварийный дом как раз и предполагает то, что он может в любой момент каким-то образом рухнуть или причинить вред здоровью жизни людей. В этот раз обошлось без жертв. По словам очевидцев, за несколько секунд до обрушения из здания успели выскочить двое мужчин. Чтобы убедиться не остались ли там другие люди, спасатели разбирали завалы до утра. Ежегодно городской список аварийных и уже расселённых домов пополняется десятками объектов. Следующий этап – снос. Но на практике получается, что о старых домах просто забывают. К примеру, этот дом расселили ещё в 2014 году. Прошло три года. Но к демонтажу даже не приступали. Только местные жители разобрали полы, вынесли окна и двери. И таких нежилых, но опасных объектов только по официальным данным в городе 137. На снос необходимо около 30 миллионов рублей. Но из городского бюджета выделено всего 560 тысяч. Проблема не только с нехваткой денег. Чиновникам просто незачем торопиться. Действующее законодательство не устанавливает конкретных сроков, в течение которых данный дом должен быть снесён. В связи с чем возникают многочисленные споры, связанные с тем, что аварийное жильё угрожает жизни и здоровью граждан. Либо в нём проживающим, либо просто находящимся непосредственно вблизи от них. Поэтому чиновники ждут. Может, здание само развалится, а может, просто и до того, как сменят соответственный за его снос. Между тем, за демонтаж аварийного дома можно вообще не платить. Бизнесмены, которым нужны стройматериалы, только в прошлом году разобрали 40 домов. Вот такой щебень получился. Бетон. Из чего? Это бетон. Вот эти огромные глыбы мы закладываем в дробильный комплекс и получаем вот такой щебень. Ну, кирпич немножко, материал помягче. Но он всё равно востребован. Тем более, особенно вот в весенние и осенние периоды, тогда, когда идёт грязь. Брёвна и доски деревянных домов никому не нужны. Поэтому они рушатся и горят. И нет гарантии, что в следующий раз обойдётся без человеческих жертв. Тахмина Тыныцева, Алексей Попов, Константин Демигенко и Антон Щетинин. Омск. Здесь. Здесь.